50 на 90 звучит как песня. Это размеры настоящего футбольного поля. На таком играют даже мировые звезды. Такое теперь у рядовых видновских школьников. Я скажу честно, что это профессиональное футбольное поле, которое сделано по всем требованиям к искусственному травяному покрытию. То есть здесь отличная дренажная система, соответственно вся хорошая подушка и профессиональное искусственное покрытие, которое имеет разрешение две звезды и относится к четвертому поколению покрытий. Застройщики не скрывают, администрации района и города не поскупились. Реализуя проект «Школьный двор», оборудование и площадки заказали только самого высокого уровня. Сегодня на стадионе Видновского художественного технического лицея идеальный газон. Полноценный и, к слову, первый комплекс для сдачи нормы ГТО. На открытие всего этого чуда съехались лица официальные, лучшие детские секции района, пришли спортсмены Видного, которыми сегодня гордится страна. Несмотря на то, что у меня специализация немножко другая, тем не менее, я понимаю, что это высококачественный объект, без сомнения. И я думаю, что аналогов, конечно, мало, наверное, даже в Московской области. И мне кажется, что мы можем даже, я имею в виду, Видный, Ленинский район, передавать свой опыт. Бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах 2004 года Анна Архипова фон Калманович, а сегодня генеральный директор нашей «Спарты эндко», уверена, такими спортплощадками вполне можно высплыть путь для будущих героев отечественного спорта. Это взаимосвязанные вещи. Если мы хотим, чтобы наши дети были хорошими спортсменами, они должны тренироваться в хороших залах и на хороших полях. Хорошее поле пока первое и пока единственное сегодня в большинстве школ. Ситуация рядовая. По оценке специалистов, удовлетворительная. Спортивное поле в ГТЛ еще пару месяцев назад ничем не отличалось от других. Это был травяной газон, неровный. Когда-то это было хорошим футбольным полем. При постройке этой школы 45 лет назад. Сегодня, и жители города в этом могут убедиться лично, идут строительные работы еще в двух школах района, 6 и 7. В планах администрации на ближайший учебный год 7 новых спортивных объектов. Сделан первый шаг. Далее будет второй, третий. Это все в городском поселении видно. У нас будет три студента. А далее мы будем ставить в каждом поселении. Надо обязательно добавить, что программа «Школьный двор» подразумевает доступность всего вновь возведенного спортинвентарям для горожан. Это значит, что по назначению использовать территорию с утра и в учебное время смогут ребята, а после уроков и до 11 вечера любой желающий. Это, разумеется, дополнительные обязательства для школьной охраны. Но все плюсы задуманного очевидны. Мы стремимся к тому, что у нас все школы будут учиться только в первую смену. Соответственно, вторая половина дня у нас будет высвобождаться. И как раз в это время наши все уважаемые жители ближайших домов смогут пользоваться услугами этих стадионов абсолютно бесплатно до 23.00. А праздник у художественного лицея закончился широким жестом. Специализация заведения обязывает. И ребяток открытие футбольного поля подготовили выставку. Рисовали. Потом голосовали за лучший рисунок. А победительница неожиданно получила путевку в Олимпийский Сочи. На всю семью. Я нарисовала гимнастку с ленточкой. Ну, как бы в позе, в движении. Так попросила учительница. Она сказала, нарисуйте, но можете не стараться. Я и не старалась. Вот так легко иногда стать победителем. В спорте все иначе. Но если есть желание и место для тренировок, то победе быть. Татьяна Кременецкая, Алексей Иванов и Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.